Уважаемые коллеги, участники «Круглого стола», добрый день. Меня зовут Лев Дмитриевич Ламберов. От лица Организационного комитета нашего мероприятия хочу выразить благодарность за ваш интерес и участие. «Круглый стол. Многообразие логики, внешнестимулы и внутренние ресурсы» организован сотрудниками Кафедры онтологии и теории познания Департамента философии Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета. Это вот такое вот длинное название места, где мы все работаем. А именно Алексеем Геннадьевичем Кисловым, Ильей Андреевичем Гущиным, Ольгой Александровной Козыревой и Викторией Алексеевной Сухаревой. Наше мероприятие проходит в рамках Всемирного дня логики ЮНЕСКО. День логики был учрежден совсем недавно, буквально в 2019 году на 40-й сессии общей конференции ЮНЕСКО. Идейными вдохновителями стали участники Международной команды логиков, философов и математиков, одним из ключевых организаторов, которой выступила Жанна Юпизьё. Международный день логики организуется совместно ЮНЕСКО и Международным советом по философии и гуманитарным наукам каждый год 14 января. Эта дата выбрана не случайно, а как дань уважения двум величайшим логикам XX века. Курту Гёделю, который скончался 14 января 1978 года, и Альфа Дутарскому, который родился 14 января 1901 года. Таким образом, сегодня не просто Всемирный день логики, а к тому же еще и 120-летний юбилей со дня рождения Альфа Дутарского. Всемирный день логики отмечается в разных странах, разными научными группами, поэтому еще раз хочу поблагодарить собравшихся, что вы решили присоединиться к нашему круглому столу. Как нам, как организаторам кажется, Всемирный день логики это отличная возможность продемонстрировать широкой аудитории, что такое логика, какой она может быть, какие она находит приложения. Поэтому мы решили, что наш круглый стол не будет предполагать серию докладов, предназначенных для специалистов, а скорее будет открытым, свободным обсуждением предмета, целей, задач, может быть, истории развития логики и логического знания. Тем не менее, у нас будет, так скажем, затравочное выступление, которое задаст основную тематику нашего дальнейшего обсуждения. Алексей Геннадьевич Кислов представит свой доклад, после которого у всех будет возможность задать вопросы как Алексею Геннадьевичу, так и вообще всем участникам круглого стола, а также выступить с репликой или небольшим сообщением. Единственная просьба – пожалуйста, будьте кратки и учитывайте, что остальные участники тоже, скорее всего, что-то хотят спросить или сказать. Наш круглый стол предполагает уважительное обсуждение и конструктивное участие каждого. Теперь хочу предоставить слово Алексею Геннадьевичу Кислову, заведующему кафедрой онтологии и теории познания Департамента философии Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета. Пожалуйста, Алексей Геннадьевич. Спасибо. Спасибо, Леонид Дмитриевич. Да, мы благодарим и участников, и тех, кто принял нашу заявку, и вообще особенно тех, кто связал нынешних участников и организаторов всего мероприятия в рамках ЮНЕСКО. Вот, и решение наше, я просто повторюсь, решение наше было таким вот – сделать этот круглый стол в рамках просветительской деятельности. Мы просто поговорим, ну я, по крайней мере, свой участок, который мне доверили мои коллеги и мои друзья по кафедре, они предложили, и я согласился, мы поговорим о многообразии логики. Вообще вопрос существенный, что такое логика, хотя я обойдусь без определений. Я начинаю презентацию, у меня такое с картинками будет выступление. Если какие-то возникают проблемы с презентацией или со звуком, большая просьба среагировать лучше не письменно, а прямо. Круглый стол все-таки в данном случае – это действительно не доклады выступления в рамках Всемирного дня логики. И он у нас, этот круглый стол, называется «Многообразие логики, внешние стимулы и внутренние ресурсы». Ну и начну я, в общем, наверное, с истории логики. В одном, кстати говоря, не очень хорошем учебнике, но очень таком классическом, когда-то в конце 19 века он был базовым для высшего образования не только в России, но и в Европе. Это вот шотландский или английский автор, Уильям Минто, у него была такая фраза. Она, кстати говоря, очень расхожая. Пример логика – это пример науки или искусства, сразу доведенного до совершенства гением ее основателя. То есть раз – и сделали. Кстати говоря, такое мнение, оно звучит и сегодня иногда. Я иногда слышу от коллег по университету, но работающих не в рамках философского или математического образования. Они говорят, ну, я учил когда-то логику, там же все сказано, что вы там исследуете. Это не может быть исследовательской задачей. Виновником иногда можно, хотя с большой осторожностью, назвать Эммануила Канта. У него есть известнейшая фраза, и у меня мои дорогие коллеги из Балтийского федерального университета, из Калининграда, бывшего Кёнигсберга, иногда даже просят, да не упоминайте вы уже эту фразу Канта, она из контекста вырвана. Да, безусловно, Кантовскую фразу надо читать осторожно, но из песни слов не выкинешь. И она повлияла очень сильно фраза о том, что действительно логика Аристотелем была создана вполне удовлетворительно сразу, и ни шага вперед, ни шага назад, кроме каких-то, может быть, эстетических, ну, в кавычках, естественно, изменений, связанных с процедурой преподавания, то есть самой дисциплиной логики. И Кант, ну, с одной стороны, он, наверное, он всю жизнь преподавал логику, и очень мощно, много, и, в общем-то, в каком-то смысле он ее не любил, то есть она не была для него, вот, как бы, территорией его интересов. Скорее всего, он даже противопоставлял, и он в развитии логики в стандартном понимании участия не принимал, но вот в рамках неклассических логик там это все очень сложно, и многие такие фигуранты, как, допустим, интуиционист Браур, противопоставляя, видимо, Гегелю, они возвращались к Канту, но это отдельная сложная тема не для сегодняшнего круглого стола. Нет, история логики, конечно же, была при всем уважении к Канту, у него есть и другие фразы по этому поводу, ну, не по этому поводу, а которые можно проинтерпетировать несколько иначе. Мы займемся именно историей логики с самого начала, чтобы, ну, хотя бы в этом смысле продемонстрировать многообразие логики. Я, когда буду ссылаться на какие-то тексты, воспринимайте их как некие рекомендации для тех людей, которые еще с ними не знакомы. Я понимаю, что среди присутствующих есть мои коллеги, которые исследовательски подходят к проблеме логики, им эти тексты известны, но наша задача такая. Вот есть замечательный текст, очень небольшой, это было устное выступление такого корифея философской логики 20 века, Георга Хенрика фон Врифта, логика и философия в 20 веке. Она легко ищется, этот текст. Жаль, там перевод имеет некоторые казусы, но это ничего. И он объявляет 20 век третьим золотым веком логики, ну, и предполагает, что было еще два до этого золотых века. Я буду опираться именно на эту структуру, она самая традиционная. Вот именно традиционная, потому что сначала с рождением логики возникает то, что можно условно назвать античной логикой, там и до Аристотеля, и, конечно же, сам Аристотель и прежде всего отец логики, потом Стоики, ну и так далее, без подробностей. Следующий золотой век – это схоластическая логика. Тоже вопрос сложный, особенно исторические рамки там очень сложно устанавливать. Да, собственно говоря, и принадлежность к ряду схоластов или ряду, там, представили патристики, по каждому фигуранту иногда очень сложно рассматривать. Они, конечно, были инспилированы, значит, переводами, двойным переводом аристотелевских текстов, сначала через арабов, потом непосредственно с греческого. И здесь возникали тонкости. Это очень интересная территория, и это дополнительный второй всплеск, золотой век развития логики. Ну, а потом было долгое-долгое время такой некой стагнации. Ну, как стагнации? Логика преподавалась, из вузов она особенно никуда не уходила. Как вот во времена схоластики в рамках тривия или тривиума она была введена в систему высшего образования, так, по сути дела, она никогда ее полностью не покидала. Хотя статус этого предмета был весьма такой разный. И долгое время, кроме каких-нибудь упоминаний Раймонда Лули или Лейбница, хотя они разновесовые, естественно, очень, до второй половины XIX века можно говорить о том, что у логики как бы непосредственно какого-то серьезного развития не было. Но вот этот период затишья перед бурей был, потому что возникла математическая логика. Логика, как многие науки, пережила математизацию. Я очень люблю говорить о том, что гуманитары, видимо, до сих пор не могут простить ей такого предательства. Ну, вот она долгое время была флагманом гуманитарного знания вообще. Ну, может быть, не единственным, но одним из. А теперь, если посмотреть учебник математической логики, то есть это визуально, по крайней мере, гуманитарно воспринимается именно как математика, да таковым и является текстом. Ну, и надо сказать сразу, что вслед за математизацией, то есть за одной бурей грянула и вторая буря, и можно считать это одним процессом таким. То есть возник ряд неклассических логик, произошла деуниверсализация единственной классической логики, и это следствие именно математической. Иногда тоже цепляется сознание неподготовленного человека и ожидание, что в рамках неклассической логики это отход от формализмов и так далее. Нет, неклассические логики это плоть от плоти математизации логики. В рамках математизации логики возникли определенного рода проблемы. Их решение лежало в области изучения языков этих логических систем, то есть там и синтекс, и семантика прежде всего рассматривалась этих логических языков. И вот проблемы, которые там возникли, и возможности, которые открылись при изучении такого логико-семантического аспекта, породила неклассические логики в целом. Ну вот, эту схему я возьму на вооружение, когда буду говорить о истории логики. У меня будет всего две схемы. Вот первая именно такая. Я ее немножко упрощу, то есть я буду говорить о традиционной формальной логике, когда буду говорить об античности и о схоластическом периоде. И вот при всем их различии, при всем многообразии, они и внутри себя очень многообразны были. Но так или иначе я их совмещу. И современная логика, которая включает вот тоже такое многообразие, аспект, связанный с математизацией, аспект, связанный с возникновением неклассических логий. Все это очень важно. И вот эту структуру, в общем-то, насколько я понимаю, нехитрую, я предлагаю вам запомнить, и когда мы будем говорить, ну, либо противостоятие, либо в рамках соглашения с ней, с этой структурой, когда мы будем говорить об истории логики, дальше обсуждая. Ну, немножко поговорю все-таки и о математической, и о ней классической логике. Даже не немножко, а так вот позволю себе, потому что первые многообразия, о которых я хотел бы поговорить, они возникают, конечно, здесь. Ну, тоже вот сказал, я не прав, на самом деле, и в рамках античной Аристотеля и стойков надо различать и понимать, что стойки в каком-то смысле противопоставляли себе Аристотелю, понимая, что узкие контексты, анализы, которые были связаны с силогистикой, и, в общем-то, они в поисках нашли то, что мы сейчас называем началом логики высказываний. Да, это пропозициональные связки, они обсуждали вполне себе. Более того, и у самого Аристотеля, и у стойков можно найти зачатки зерна неклассических логик. У Аристотеля знаменитый фрагмент про будущее, случайное событие, про морское сражение, известнейший такой фрагмент, и у него там была такая дилемма, значит, что-то надо было выбрать или отбросить антологический статус случайных событий в своем метафизическом построении, либо отбросить двузначность логики. Мы бы вот сейчас так это сказали, и знаете, что выбирает отец классической логики? Он убрасывает двузначность в каком-то смысле. Ну вот Лукасевич в этом усмотрел третье значение, ну и возможность перехода к третьему значению. В более современном варианте мы бы, наверное, говорили о провале значений, но это тоже сложный вопрос, мы туда не пойдем. А стойки, они, например, различали сильное и слабое отрицание, по крайней мере, мы можем прочитать их таким образом, что это различение вводится, чего не было в классической логике. Там отрицание одно было. Вот, и я поговорю немножко и о математической логике, и о неклассической логике в режиме вот как бы разговора для человека, который не является специалистом. Но, во-первых, многообразие в математической логике тоже присутствует. Иногда рассматривают о том, что вообще сама формальная логика с ее правилами, структурами и особенно математизация – это какое-то насилие над интеллектуальной деятельностью человека. Но это оправданный на самом деле, то есть имеющий право на существование акцент, и его можно очень красиво подать и рассматривать его как некую интенцию, как некий импульс для развития логического знания, безусловно. Но только вот в этом аспекте я его ценным и рассматриваю. Когда просто говорят о том, что логика – это какая-то структура такая, тоталитарная, давящая над свободой человеческого мышления, мне кажется, это не совсем корректно, может быть, даже где-то наивно. И когда говорят о несвободе или свободе, свободу всегда предполагает некое многообразие. И, конечно, то первое многообразие, о котором я поговорю в рамках математической логики, оно еще свободу нам как таковую не дает, но возникает некая иерархия. Языков логики много. То есть есть простой язык, более-менее знакомый, иногда на нем и останавливаются, когда преподают тот фрагмент математической логики – это пропозициональная логика. Там есть одна семантическая категория, категория, которая вне логического характера – это высказывания. И из простых высказываний мы можем сделать сложные высказывания, из этих сложных еще более сложные высказывания. И чего бы мы в синтактическом плане не делали, мы всегда будем строить только такие правильно построенные выражения, которые являются высказываниями, и не выпрямим за эту территорию. Конечно, выразительность языка крайне слаба, но он много чего уже дал. Над ним надстраивается язык логики предикатов, он в этом отношении более выразительный. Иногда у меня есть опыт, когда я читаю студентов фундаментальной преподавательной лингвистики математического логики при переходе на язык логики предикатов. Некоторые из них сильно оживляются, начинают фантазировать о том, что это универсальный язык-переводчик, через него можно переводить любой язык. Я говорю, не обольщайтесь, выразительность языка, конечно, выше, чем язык логики высказываний, но он, тем не менее, все равно довольно ограниченный. Что здесь есть? Ну, здесь, во-первых, есть имена. Есть простые имена, с помощью функторов мы можем из простых имен делать более сложные имена, из этих имен еще более сложные имена и так далее, что касается имен. Дальше. Есть возможность с помощью предикаторов из имен делать высказывания. Из этих высказываний сделать еще более сложные высказывания, еще более сложные высказывания, ну, именно так, как это делает пропозициональная логика, она включена туда в качестве фрагмента. Так что язык более выразительный, это интересно, но это так называемый язык логики предикатов. Надо осознавать этот язык в таком иерархическом плане, потому что есть уровни, порядки. Первопорядковый рассматривает возможность переменных по индивидам, ну, то есть вот когда у нас есть как раз возможность поименовать объекты из предметной области, то мы можем давать конкретное имя, либо говорить о том, что существует там какой-то объект для всех объектов из этой области, давать переменные. Больше других переменных первопорядковой логики нет. И дальнейшая иерархия усложнения и повышения выразительности языка возникает именно за счет того, что мы можем вводить такие категории, кроме как свойства и отношения, которые уже в логике предикатов есть, мы можем говорить о свойствах свойств, свойствах отношений, отношения между свойствами и так далее. И переменные по этим категориям языковым тоже возникают, но теоретическое построение таких систем и второпорядковой логики, хотя она как раз очень интересна и в современных прикладных совершенно аспектах, рамках, допустим, формальной антологии, вот в информационно-техническом плане, она, конечно, присутствует. И ее фрагменты, потому что когда мы ограничиваем, не весь язык берем, то здесь можно сохранить и хорошие свойства, связанные с вычислительным процессом. Ну и такие более высокие логики по порядкам тоже рассматриваются. Чем дальше влезть, тем сложнее, конечно, что в данном случае эти теории становятся очень… Задать их можно, да, вопрос их прагматического действия – это вопрос сложный. Вот, я позволю себе, Лев Дмитриевич говорил о том, что надо быть вежливым, но я вот так вот делегирую ответственность замечательному исследователю, к сожалению, тоже ушедшему, как и фон Врихт, и ученику фон Врихта Яко Хинтика. Он в своей статье, очень, кстати, качественной, интересной, пишет такую фразу, несколько обидную. «В нынешней ситуации беспокоит не столько некомпетентность некоторых философских интерпретаций, таких известных результатов, как теорема Гёдаля, сколько нежелание или неспособность многих философов, следуя Сократу, признать всю меру своей некомпетентности». Ну, фраза немножко обидная, но я сделаю два замечания. Во-первых, давайте сделаем акцент на то, что Яко Хинтика это беспокоит, и это его право, и это волнение. А с другой стороны, вот я, например, с легкостью принимаю эту фразу на свой счет, безусловно. Развитие математической логики очень бурное. Там много того, что связано с техническим аппаратом, просто иногда не успевает человек в своей жизни, он какой-то фрагмент успевает рассмотреть, какие-то аспекты. Но дорогу осилит идущий, безусловно, и надо к легкости относиться и к этой фразе, и к проблемам логических исследований современных. Вот у меня когда-то с помощью дочки вот такой вот на рисуночек сделали смайликов нового характера при изучении логики. Итак, про математическую логику поговорил, про неклассическую логику поговорю немножечко. Но, во-первых, здесь тоже многообразие, при том, что обычно, когда в современной ситуации специалистам говоришь о многообразии логики, в голову приходит именно разговор про неклассические логики. Ну, потому что произошло то, что иногда называют вот таким у медиков заимствованным словом пролиферация логических систем. Причем понятно, что пролиферация обычно там через коннотации с чем-то негативным связана. Ну, действительно, бурный рост, неконтролируемый рост логических систем возникает. И классификация всего вот этого логического универсума, анализы его свойства, они происходят. И есть интересные результаты, есть интересные исследования. Но это очень сложный вопрос. И я здесь ни в коем мере не предполагаю некую классификацию, но просто поговорю о том, что можно где-то какие-то области так пересекающиеся с другом, коррелирующие друг с другом, но выделять. Можно говорить о неклассических логиках в узком смысле слова. Ну, таковы, например, многозначная логика, когда, в общем, просто акцент делается о том, что кроме двух значений истинности вводится большее количество значений истинности. Снежетка логика уже немножко сложнее. Там интенциональный характер все-таки присутствует. И всякие параполные, паранепротиворечивые логики, терпимые к истинственным провалам или к присыщенным значениям. Вот это вот, собственно, неклассические логики в узком смысле слова. Есть интенциональные логики, логики, которые ориентированы на анализ сложных контекстов. Логики времени, логики действий. Ну, я такие беру. Эпистемическая логика, логика знания, процесса получения знания, обработки информации и так далее, и так далее. Они связаны с тем, что их модель и интерпретация, она, ну, так скажем, предметно зависимая. Иногда под философской логикой имеют в виду именно интенциональные логики, ну, хотя терминологический спор, он здесь, по-моему, не очень уместен. Ну, и можно выделить еще одну область такую, хотя классификация, скажут, вы же логик, вы почему классификацию неправильно делаете, неправильно делаете классификацию. Сложно очень сделать здесь правильно, но она как бы займет наше время. Это логики с модифицируемыми рассуждениями. Это совсем другая история. Это, скорее всего, не отдельные системы, типа системы с немонотонным выводом, а иерархия систем и некая стратегия перехода от регористических требований к анализу вывода к менее регористичным. Ну, то есть, если жестко сделать вывод классический нельзя, то можно ослабить некоторые параметры и сделать некий такой правдоподобный вывод и так далее. Вот такого рода стратегии, они, конечно, очень интересны для тематики искусственного интеллекта, например, да, при том, что я не очень люблю само словосочетание, больше люблю интеллектуальную систему, когда говорят, ну, это тоже терминологический спор. Вот, и это структуры, которые, ну, в той или иной мере моделируют принятие решений. Не отношения следования рассматривают, анализируют, а некие процедуры принятия решений. Это, конечно, очень интересно, это тоже вотчина неклассической логики. Ну, и похвастаться, или, так скажем, ну, точнее, забыл про этот слайд, обобщенно, я очень люблю и студентам, давайте, прочий такой перефраз, переделочку Льва Николаевича Толстого о том, что все классические логики классичны одинаково, вот каждая неклассическая логика неклассична по-своему. Здесь многообразие действительно зашкаливает, пролиферация бурная, многообразие и рост систем неклассической логики, он ничем не ограничил. И это, как бы, здесь есть и негативные моменты, безусловно. Иногда в философском аспекте просто люди пожимают плечами, что мы сделали в 20 веке с нашей категорией рациональности, что произошло. Сложный вопрос. Ну, потому что, конечно, логическая система не равно некий стиль рациональных выводов, мышления и так далее. Здесь вопрос гораздо более сложный. Вот, а похвастаться вот хотел. Ну, я не сторонник. Те коллеги, которые меня знают, они знают, что я не из тех, кто кричит о том, что Россия – родина слонов, но здесь у нас в данном случае как раз очень все хорошо, потому что одним из первых, так скажем, осмыслятелей, так не говорят, из тех, кто осмыслял тематику неклассической логики, был Николай Александрович Васильев. Рекомендую очень посмотреть. Это легкая для чтения книга. И там, собственно говоря, математического аппарата нет. И человек с гуманитарным образованием вполне справится с текстами самого Николая Александровича Васильева. Лучше расскажу некую шутку. Я не знаю, мне кажется, ее просто придумали, но она все равно симпатична. О том, что если кто-то, я не знаю, прилетевший представитель иной цивилизации спросит, кто у вас тут логикой занимался, назовите одного человека. Ну, Аристотеля надо назвать. Это отец логики. Если позволят двух, то вот по версии этой шутки, значит, Аристотель и Готлоп Фреге. То есть Аристотель как отец-основатель и Готлоп Фреге создатель математической логики. Ну, а если трех разрешат, то надо назвать Аристотеля, Фреге и, как вы догадались, Николая Александровича Васильева. Ну, понятно, что это шутка в честь Николая Александровича. Вот. И иногда еще возникает некий такой вопрос, наверное, не классические логики, это какой-то узкий круг людей придумал. Я иногда на конференциях даже по аналитической философии у нас помню, была реакция, кому нужны ваши эти не классические логики и прочее. Да не наши они, в смысле, не чьи они не собственные. Конечно, история формирования и исследования неклассических логик за 20 век, она имеет место. Это бурное развитие. Будет ли оно там закрыто, будет онкупировано, отойдем мы от этих. Вот как это все будет происходить, дальше я не знаю. Это сложный-пресложный вопрос. Но сейчас, по факту, мы имеем вот это вот многообразие, оно очень интересное, оно требует своего осмысления и теоретического, и, честно говоря, и общекультурного тоже. Ну, философского, безусловно. Вот, я просто предлагаю некоторые книги, они легко ищутся в интернете, особенно учебник Прист, он очень легкий, вот, и в электронном виде он в очень такой употребительной форме присутствует. Так что, если кто-то хочет так легко познакомиться, ну, текст, конечно, он математизирован, безусловно, и лучше бы знать классическую логику в таком удобном варианте. Ну, все. Итак, про историю логики поговорили. Теперь еще один момент, посмотрю по времени, я должен пройти свою часть. Еще одна схемка, которую я хотел бы предложить, это схемка, связанная с аспектами развития логического знания. Ну, как раз вот эти внутренние и внешние ресурсы или стимулы. Внешние стимулы назовем экстралогическими по своему характеру, они извне. Это запросы типа запроса анализа аргументационной деятельности, построения теоретического знания, информационной технологии в 20 веке. Ну, и я в качестве такой интриги до конца здесь сложно ответить, до конца у меня здесь нет какого-то окончательного решения, до конца я не продумал это все и не могу сказать. Но когнитивные исследования, они являются таким информационным поводом, очень серьезным в современном мире. Как бы про них сказать надо тоже. Внутренние ресурсы, интрологические, это вот логическая семиотика в целом. Ну, я назвал логический анализ языка, хотя иногда этот термин, словосочетание в более узком смысле понимают, а иногда в довольно широком, оставил, терминологии здесь сложнее, и металлогические вопросы, то есть когда логика осознает сама себя как теорию и анализ свойств логических теорий ставят в качестве предмета изучения. Вот, ну и, казалось бы, схемка простая, экстралогические, внешние, когда логика зародилась в традиционной формальной логике, надо искать исходные характеристики, а современная логика связана с внутренними ресурсами этих систем. Такая схемка, она имеет право на существование только в одном аспекте, когда мы анализируем тот экстрологический стимул, который связан с анализом практики аргументации. Для многих, особенно в рамках гуманитарного знания, логика и остается неким инструментом, неким набором приемчиков, которые позволяют ловить ошибки, например, в аргументационной деятельности, собственные или вот в основном даже чужие. Этот узкий аспект, он неверный, я бы его под знаком вопроса. Я постараюсь, и вообще моя задача, как я это продумывал, усложнить эту схему. Она гораздо более интереснее и более продвинутая. Я возвращаюсь вот к слайду, где экстрологические, энтрологические разделены, и за оставшееся время пробегусь просто по всем пунктам, которые здесь присутствуют. Ну, первое – это внешние стимулы, и, конечно, самое начало связано с практикой аргументации. У Аристотеля задачи его были, на самом деле, вот тоже сложные и в текстах, которые мы считаем аристотелевскими, хотя там есть проблемы, естественно, и которые выглядят буквально как конспекты лекций. Там иногда прослеживается большая такая философская, метафизическая, даже онтологическая концепция. И прослеживается, и можно увидеть то, что он хотел построить некую структуру того, что мы бы сейчас назвали модальной логикой, то есть характеристиками необходимости, случайности, например. Это у него не получилось в полной мере, а вот то, что получилось, это серторическая силогистика, силогистика категорических, ну, точнее, атрибутивных суждений в категорической форме. Все S есть, P, все S не есть, P, и некоторые S есть или не есть, P. И, в принципе, задача была анализировать именно аргументационную практику. Но одной из больших удач, я считаю, такой очень очевидной совершенно, это восстановление рассуждений с пропущенными посылками, так называемые антимемы. Ну, то есть вот кто-нибудь типа Софиста, это тоже основной был, так скажем, антагонист для того, кто изучал логику, например, в то время. Ну, я так по-мультяжному рассказываю, это не совсем серьезно, но тем не менее. Рассуждает и не проговаривает все посылки. Для естественной речи пропуск некоторых посылок очень характерный. Мы не проговариваем все. И при восстановлении этих посылок иногда можно обнаружить, что либо она сомнительная или вообще очевидно ложная эта посылка, либо не восстанавливается до правильного рассуждения. Этот инструмент Аристотель сделал. Сделал вполне удовлетворительно, и это, ну, как бы достояние человечества безусловное. И здесь надо различать традицию, которая пошла вслед за Аристотелем и самого Аристотеля. Вопрос тоже сложный. Это на все века, и, видимо, никогда никто точку не поставит. Это вот очень хорошая стезя для философских исследований, очень любопытная. И мы в рамках вот некой такой романтики находимся. У нас вот в связи, я не нашел лучшую картинку, чем эту, вот беседующие мудрецы вокруг, внимающие, понимающие, хотя тоже вот иногда и отвлекающие, имеющие собственное мнение, коллеги более молодые, да, а потом с Аристотелем ведут беседу. Боги разговаривают. Этот романтический образ очень важен. И чаще всего, когда мы вспоминаем самое начало логики, то мы вспоминаем выделение понятия логической формы, очень важное, кстати говоря. Да, возникает вот то, что мы с вами могли бы назвать логическим гереморфизмом, или так называют, когда разделяют все-таки материю или содержание и форму, и от формы, собственно говоря, зависит структура рассуждения. Инструмент, он связан как раз с анализом формы, а не содержание того, о чем рассуждает. Кстати говоря, возникает в преподавании еще традиция, когда примеры нарочито дурашливые. Некоторых несведущих людей это сильно раздражает. Почему мы должны рассуждать о том, что там все ваши друзья гусеницы, или еще что-нибудь в этом роде. Но сильно, я думаю, увлекаться в этом не нужно. Надо чувствовать контекст, где ты употребляешь такого рода шутки. Но я оправдываю вот эту дурашливость, потому что она подчеркивает именно формальный характер и пренебрежение содержанием в данном случае. Но надо сказать о том, что с Аристотелем здесь все очень плохо. Да, вот из-за анализа формы, конечно, возникли такие аспекты, как понятие логической истины, когда выражения становятся истинными не из-за того, о чем они говорят, а то, как это полоно. То есть сама структура, сама форма выражения обеспечивает некую такую сильную устойчивую истинность этого выражения. Ну, в неклассических логиках там это все было релиативизировано, еле бы говорил слово, потому что тут в рамках семантики возможных миров вместо такой глобальной истины навсегда возникла истина с точки зрения, истина в определенном времени, истина в определенной ситуации, ну и так далее. И логическое исследование. В классической логике они, конечно, взаимосвязаны. Ну, самый простой вариант проверки логического исследования – это через теорему дедукции, да, свести к анализу общезначимости. Но логическое исследование, когда тоже вывод из неких посылок не по содержанию обеспечивается, а за счет того, что существует некая форма, корректная, безусловно, валидная, любят называть, то есть та форма, с помощью которой можно любое рассуждение, рассматривать, ну, вернее, проводить как правильное рассуждение. Вот эти аспекты формы, они, конечно, приписываются уже античности, хотя надо здесь очень аккуратно быть, потому что, скорее всего, они возникли в комментаторской литературе в рамках схоластики, да, в традиционной формальной логике, но не у самого Аристотеля, потому что вот Аристотель, я здесь использую, я не читал работу, которая здесь указана, я использую замечательную книжку Елены Дрогалины Черной, неформальное, ой, забыл, неформальное рассуждение о формальной логике, по-моему, так называется. И там есть такое замечание, проводится очень тонко, обсуждение того, что вот удивительным образом отец логики Аристотель, да, и, в общем-то, и отец-зачинатель гелеморфизма в рамках, допустим, естественно, научных его рассмотрений, он отцом логического гелеморфизма не был. Для него все-таки очень важна была человеческая аргументационная практика, участие в политических или юридических дебатах, эффективная, выигрышная, не позволяющая относиться к тебе с манипуляциями, со софистическими приемами. То есть борьба с софистикой. И надо сказать, что социальное действие было, то есть вот как бы немножко тоже как бы слишком размашисто, но вот до Аристотеля софисты как социальный институт существуют, после Аристотеля софисты как социальный институт не существуют. Нет, эпитетом мы пользуемся, до сих пор пользуемся, но вот в качестве институции социальной мы ее не наблюдаем. Но это тоже, опять же, сложный вопрос и не для сегодняшнего. И я должен сказать, что вот в современном мире наследие вот этой аристотелевской позиции, оно существует, она иногда начинает доминировать, вот тогда она абсолютно доминирует, Мне это кажется однобоким, не совсем корректным, но и сбрасывать со счетов не нужно, потому что в рамках логического знания в широком понимании или в том аспекте, который мы рассматривали только что, связанной с аргументационной практикой, возникает целый ряд дисциплин так называемого логического цикла. Мы даже переживаем сейчас ренессанс, некий современный тривиум вводят в ядро университета федерального уровня, хотя это тоже такой сложный вопрос, безумно сложный вопрос, когда радует тем, что логика и теория аргументации введена для журналистов, но у заочников она 6 часов, лучше бы не вводили, честно говоря. Там какие-то другие задачи решаются. Так вот, логика проявляет себя в анализе аргументационной практики, хотя логику и теорию аргументации отождествлять безусловно нельзя. Но я вот просто посмотрю, что здесь возникают такие вещи, как неформальная логика, очень интересный подход для образовательной деятельности, критическое мышление в целом, как они между собой соотносятся, тоже отдельный вопрос. Я бы здесь еще поставил вообще в целом культуру интеллектуального досуга, интерес к головоломкам, хотя там 80% это математическая тематика, логическая тоже там себя находит. Те, кто знают фигуру Раймонда Смолиана, с этой стороны, как сочинителя головоломок, наверняка понимают, о чем я говорю. Ну и вообще вот все, что можно назвать таким вот современным тривиум, анализы практики мышления в целом. Вот. Мне кажется, это очень важная составляющая современной культуры, но надо понимать, что не единственная, далеко не единственная. И с исследовательской точки зрения далеко не самая важная. Там вопросы иначе строятся. Так что я от современного тривиума уйду. И напоследок просто скажу о том, что вот, конечно, это социальная, связанная с аргументационной практикой доминанта, она не должна быть гипертрофированной, но она всегда есть. Я приведу вот любимую свою цитату из Поля Валерии. Господин Тест, совершенно невыносимый персонаж такой, вот он заявляет следующее. Я не присваиваю себе это мнение, но тем не менее, вот оно обращает на себя внимание. Следует просто-напросто помнить, что между людьми существует лишь два вида отношений – логика и война. Всегда требуйте доказательств. Это элементарная вежливость, которую люди обязаны соблюдать по отношению друг к другу. Если вам в ней отказывают, знайте, что вы подвергаетесь нападению и вас пытаются принудить к повиновению, не стесняясь в средствах. Ну вот такая вот регристичная, конечно, позиция. Следующий мой ход – это методология научного знания. Это уже более серьезная вещь и, конечно, все самое главное случилось в связи с математизацией логики. По крайней мере, мы сейчас так рассматриваем. Методология научного знания, где ставятся вопросы, определение терминов, проведение классификации, организации теоретического знания в целом, ну и так далее, и так далее, и так далее. И самое главное, вот, может быть, еще сделаю акцент на последнее, то, что сказал, это логическая структура самой теории. Что такое теория? Каков механизм теоретического знания? И это очень сложный вопрос. Зародился он, честно говоря, скорее всего, надо говорить о том, что он раньше, чем аристотельское сознание логики, науки о доказательствах, как он ее называл, сам Аристотель. Потому что уже в пифагорейской традиции ставился вопрос аксиоматического построения, вывода из постулатов, различались аксиомы и постулаты, между прочим. И все было там довольно тонко. Следующая фигура – это, пожалуй, начало Эвклида, и метод, который был связан с построением, с логическим построением теоретического знания, стали называть геометрическим методом, потому что вот проект самого Эвклида оказал очень сильное влияние. А потом большущий провал до таких фигур, как Дэвид Гильберт, Тарский, в честь которого и сегодняшний день логики, то есть провал века совершеннейший. Но вопрос никуда не исчезал, и это тоже очень интересная тема исследования. Ну а в современном виде мы более сложную такую тематику находим, различную, кстати говоря, вот Райман Смолян в другой своей ипостаси. У меня здесь на слайде указан не только популярные детские книжки он писал, а это вообще-то серьезнейший совершенно, очень удачный автор и исследователь. В современном мире не затухает эта проблематика. Я очень рад, что и коллеги нашей кафедры участвуют в этом вопросе. И сейчас возникает борьба с, ну борьба в кавычках, естественно, да, с теоретиком множественным подходом в рамках осмысления, вот построения методологического и теоретического знания. Вот, это животрепещущая очень интересная тема, которая сама по себе говорит тоже о многообразии логических аспектов. И развитие логики зависит и от него, безусловно, тоже. Следующее – это информационные технологии. Ну, тут, казалось бы, можно поговорить гораздо больше, хотя это, опять же, вопрос очень сложный. Информационные технологии прежде всего здесь поставлены, потому что логика не единственный, но один из родителей информационных технологий, безусловно. Это принимается, пожалуй, всеми. Но вот переход от логического знания, даже математизированного, к практическим приложениям в рамках информационных и технологических процессов – это вот непростой очень вопрос. Очень непростой. И я здесь вот сначала сделаю такую романтическую цитату из известного автора Поспелого, известного вот в очень прошлые годы XX века. Кажется невероятным, что обнаруживается, не видно из-за, столь тесная связь между порождением человеческого духа, восходящим к Аристотелю, и вполне земными, привычными для любого инженера схемами, выполненными на реле. Ну, речь идет, конечно, о теории контактно-релейных схем. И здесь обратная сторона того, о чем я предупреждал, что иногда логику отождествляют с теорией аргументации, а теория аргументации в этом отношении – гуманитарное знание. И для людей, не подготовленных со стороны инженерного, например, знания, вот иногда логика отметается именно как гуманитарная дисциплина, безусловно, и они не помнят о вот таких ее современных версиях существования, как участие в информационно-технологическом процессе. Вот, ну да, конечно, вот математизированная логика повлияла и на релейно-контактные схемы, на моделирование, и, в общем, теорию построения, и на языки программирования, безусловно, и на проблематику естественного интеллекта, и там на экспертные системы, на концептуальное моделирование, антологическое моделирование. Я попытался вот в рамках одного слайда набросать несколько тем, не буду даже их зачитывать. Ну, кому интересно, может быть, обратите внимание. Конечно, не претендую ни на полноту, даже ни на точность и корректность, но, тем не менее, процессов очень много, и они различаются, и логика в них участвует совершенно по-разному. От, значит, опыта работы с формальными языками, то есть та самая логическая семантика, например, которая набила руку на исследованиях языков математической логики, и теперь она важна в рамках исследования языков программирования, хотя вопросы там ставятся несколько иные. Ну, это я вот в качестве просто примера привел. Много-много всяческих аспектов. Так, двинемся дальше. Я вот эту самую интригующую для себя когнитивную историю вспомню, то есть постараюсь ее тоже вот в минуту-вторую уложить, не больше. Здесь я позволяю себе, что называется. Здесь я не про прошлое, не то, что случилось, как, например, с информационными технологиями, а про то, что может случиться в ближайшее будущее, на мой взгляд. Ну, во-первых, математическая логика сама по себе, именно математическая современная новая логика на когнитивные исследования повлияла очень сильно, и можно легко отследить связи и с нейрофизиологией, и с когнитивной лингвистикой, разные, опять же, связи. Вот, и с интеллектуальными системами в целом, потому что они тоже имеют отношение к когнитивным исследованиям, включаются. Неклассические логики, более сложный вопрос, более сложный вопрос, потому что это вот происходит сейчас или может случиться в ближайшее время, а не случилось. То есть потому мы здесь не сколько исследуем то, что было, сколько исследуем сами возможности. И здесь мне кажется, что никаких ограничений не должно быть на весь пул того, что мы называем когнитивными исследованиями. Неклассические логики могут повлиять. Вот несколько тем, которые я подсмотрел у коллег в литературе на конференциях, благо и у нас такого рода конференции психологи организовывают и пускают. Ну, по крайней мере, вот философов пускают для организации, а мы уже живем там математиков, представителей информационных технологий и так далее. Вот я выделяю три аспекта, которые мне кажутся очень интересными и широкими. Это вот концептуальная коннектомика, то есть когда не изучается мозг человека или там врановых, ну, в смысле ворон, воронов, вот, а рассматриваются вообще возможные модели того, как строится связь по типу нейронной связи. Ну, конечно, фазиологик, не классическая логика, здесь лидер успешного применения, но есть и другие подходы. Вот мне очень нравятся как раз подходы, которые я уже упоминал, это логики с истинностными провалами, пара полная, так называемая, и пара непротиворечивая, и логики терпимые к противоречиям. Они очень, мне кажется, интересны, вот они концептуальны и современные. Дальше, анализ девиантных рассуждений, но рассуждения здесь рассматриваются как вот некий, не как логический вывод, а как некие размышления человека, да, мыслительная деятельность, вот как мы ее понимаем, в том числе и с нейрофизиологической точки зрения. И тут понятно, для неклассических логик здесь поле применения, но просто не нужно спешить, и, конечно, не может быть какой-то корреляции между, значит, ментальным заболеванием, ментальным нарушением и какой-то неклассической логики. Нет, не такая связь, но неклассические логики дают инструменты вообще того, как мы можем анализировать, рассматривать и моделировать девиантные рассуждения. Это, мне кажется, само по себе довольно интересно. И когнитивная эргономика, то есть это вопрос сложности интеллектуальной задачи, процесса вывода, самые простые да непростые формы сложности экстенциональные, то есть объем информации, длина доказательства, например, и прочее. Но есть интенциональные, более сложные, это контексты, в которых рассуждение имеет место, и мы анализируем с помощью той или иной неклассической интенциональной логики. Вот эти аспекты, мне кажутся, любопытными, на ваше обсуждение тоже оставляю. Ну и мне осталось интралогические аспекты еще посмотреть. Это интралогические ресурсы, внутренние ресурсы, особо сложный разговор. Он возвращает нас к разговору о неклассических логиках в целом. Ну, я здесь только вот два момента среди множества, множество моментов отмечу, чтобы уже завершать свой разговор. В рамках логического анализа языка, в рамках вот этой вот логической семиотики, где логический синтаксис, семантика, прежде всего и прагматика, которая интересна, но в меньшей степени в этом отношении развита. Здесь возникает эффект вот в связи с пролиферацией, множественностью логических систем, такой же, как у математиков. То есть тогда, когда математическую деятельность именно сугубо формальную рассматривают в шутку, как, ну это вот, это расхожая, я не могу сейчас вспомнить, чья, у Успенского она или у кого-то эта шутка была, вот из математиков, что математик как безумный портной, он постоянно шьет какие-то платья с надеждой, что хотя бы некоторые из них будут носиться. Часть людей, которые занимаются неклассическими логиками, именно таковы. Вот какие-нибудь исследования по суперинтуционистским логикам, они доказаны, что их континуум, и логики иногда, когда начинается доклад, они их при всем уважении, это просто шутки такие. Говорят, а ну хорошая тема, на всю жизнь хватит их же континуум, их не просто бесконечно. Да, эффект того, что вот госпожа бесконечность во всей своей мощности показала и в дискретной структуре логических языков свою своенравность, это вот очень любопытный, интересный вопрос. Да, конечно, просто такое вот как бы раскрытие возможности создания отдельных логических систем иногда вот под вопросом, потому что прагматической нацеленности здесь нет, но убирать исследовательской деятельности этот аспект, мне кажется, нельзя. Мы потеряем бесконечно больше, чем вот просто время или, так скажем, усилия. Знать бы, где упадем, соломку бы подстелили. Теоретическое знание фундаментальное, оно, конечно, вот веером работает, то есть покрывая как можно более широкое поле возможности, более широкое поле возможности. Я здесь в этом смысле вот особенным образом интерпретирую знаменитую фразу Дэвида Гильберта, ее по-разному интерпретируют. У него есть там такая фраза в устном выступлении, если мы можем знать, то мы будем знать. Ну, то есть если у человека есть возможность проанализировать те или иные характеристики, то рано или поздно это будет. То есть если логика такого типа может быть построена, то рано или поздно мы ее построим и создадим возможности для ее построения. Этот вопрос очень важный, мне кажется, но иногда вот в рамках именно оценки исследовательской деятельности вопрос ставится именно так. Зачем вы это делаете? Каким практическим решением это приведет? Какому народно-хозяйственному решению это вообще приведет, это исследование? Мне кажется, это такое скороспелое решение. Ну и в рамках металлогики нечто совершенно иное затрону и рассмотрю. Для многих других форм знания, в том числе для математики, металлогика строится с использованием логического инструментария. А логика здесь попала в очень интересное положение, в очень парадоксальное положение. Но вообще логика вот удивительным образом, что символом логики иногда является именно парадокс лжеца. Парадокс, а не какое-то правильное рассуждение. Но нет, парадокс и правильное рассуждение. Это как раз удивительный результат правильных рассуждений, который вот нетривиален. Потому что логика и сама является теорией и средством анализа. В этом есть некая проблема глубоко философская, бесконечно философская. Все, я заканчиваю свое выступление, свой разговор. Я надеюсь, что я вписался в то время, которое мне... Если не вписался, то не очень сильно не вписался. Да, порекомендую русскоязычные книги. Ну, я просто из тех, которые вот у меня на полке за последнее время вышли. Такое растянутое последнее время. Конечно, есть и другие книги, есть другие авторы. Но вот эти мне важны, близки и очень любопытны. Поэтому я их рекомендую. Ну, и осталось только поблагодарить и покорно выслушать всякую реакцию. Хотя я думаю, что круглый стол предполагает мне обсуждение того, что я наговорил. Обсуждение вопроса многообразия логики. Спасибо. Спасибо. Я выхожу из режима. Спасибо, Алексей Геннадьевич. Ну что, давайте начнем наше общее обсуждение. Пожалуйста, кто хочет задать вопрос. Мне надо выйти, но у меня компьютер что-то не хочет меня выводить. А можно задать один-два вопроса сначала? Ну, конечно. Николай Вячеслав Вячеславович Шилов, Иннополис университет. Спасибо. Запомнилась, разумеется, Аристотель, отец логики, когда три человека надо было назвать Фреге, отец математической логики. Кто такой Васильев, не очень понял, хотя имя знаю, но как вы назвали. Кто отец прикладной логики? Не прикладной, не классической. Нет, кто отец прикладной логики? Если надо назвать четвертого человека. Хотя концовка у вас была о том, что занимаемся логикой из любви к предмету. Да, но тебе прикладная логика. Вы меня в просак поймали, хотя интересный вопрос, безусловно. То есть я как-то не думал, кто отец прикладной логики в данном случае. То есть у древних греков она в какой-то степени была прикладной, потому что использовалась для дискуссии. Аргументационная. Да, логика аргументации и убеждения. И тем не менее, современная прикладная логика – это точно так же, как современная формальная антология. Это не совсем антология в философском смысле слова. Да, безусловно. Хотя я думаю, что у философов должен быть интерес к этим структурам классификации и насечки предметной области такого рода, инструментам анализа этой насечки. Еще один вопрос. Можно вашу реакцию? А у вас есть предложение, кто отец прикладной логики? У меня-то сейчас появилось то, что поскольку прикладная логика в разных направлениях разная, то там несколько особо должно быть. В информационной технике одни, в когнитивных, видимо, другие. Хороший вопрос. Я как раз подумаю, поэтому мне интересно было ваше мнение. Нет, у меня нет готового. Простите. Я обычно себя позиционирую, прикладной логик, прилагаю логику к анализу программ, но прикладной логик. И поэтому я вижу только с этой стороны. Может быть, я еще подумаю. Спасибо, да. Спасибо. И еще один вопрос. Вот связанная с концовкой вашего доклада. Есть такое известное высказывание Ивана Ильина, что заниматься наукой по-христиански – это заниматься из любви к предмету. Без всякой мысли о практической пользе. Вот как, по-вашему, занимаются ли большинство логиков из любви к предмету, то есть по-христиански? Ну вот вы поднимаете вот эту предпоследнюю мою тему о том, что как безумные портные. Даже не безумные, из любви к предмету. Понятно. Это несколько другое. Это оттенки, я считаю. Но часть логиков занимаются, так же, как и часть математиков занимаются этим. Они испытывают давление, к ним возникает некая претензия – не в холостую ли вы работаете. Но моя позиция такая крайне осторожная, что и такого рода исследования имеют ценность определенную. Но сводить все только к таким исследованиям тоже неправильно. Потому-то вот экстралогические аспекты, стимулы исследования логики, они очень важны. Их надо осмыслять и, в общем-то, иметь в виду, безусловно. То есть в холостую работать… И вообще все очень смешано, потому что очень часто люди, которые работают внутри именно такой чисто вот интралогической позиции, когда сочиняется какая-то система логическая, они как бы играют, фантазируют в прикладные аспекты, анализируя логику норм, например. Хотя нет каких-то успешных опыта есть, попытки есть, но каких-то построенных тех же самых экспертных систем в рамках юридической проблематики, такие системы есть, у Лоттермана есть. Но они не построены на логике норм. А логика норм отдельно строится, как бы с надеждой, что она, может быть, там применяться будет. Но строится она не потому, что есть внешний запрос, а потому что есть внутренние ресурсы рассматривать операторы необходимости, возможности, как версии обязательного и запрещенного со своими изменениями, связанными с контекстом употребления. Это довольно интересная и хорошая работа. Вот в холостую она или нет, черт его знает, где-то на грани. Где-то на грани. Спасибо. Я еще, может быть, в конце вернусь и предложу вариант, кто отец прикладной логики. Пока спасибо. Это было здорово, я постараюсь. Я подумаю, да. Коллеги, можно из презентации выйти? Молчание – знак согласия. Так, пожалуйста, Лен Дмитриевич, если можно. Можно вопрос? Да, Надежда Васильевна, пожалуйста. Алексей Геннадьевич, во-первых, я благодарю вас за такую панораму вот этих многообразных смыслов логики. Я, конечно, не занимаюсь логикой, но с большим интересом прослушала, и, конечно, великолепные динамичные слайды придали наглядность вашему выступлению. У меня, знаете, какой вопрос, который на самом деле меня давно как бы так вот волнует, и на который в отношении логики я себе не могу дать до сих пор ответа. Вот у Витгенштейна в логико-философском трактате есть рассуждение такого сорта. Значит, выход за пределы логики, выход за границы мира. Значит, все, что мы знаем в пределах логики, то в мире необходимо. Логика не учение, а отражение мира. И вот, скажем, пример, где он говорит о том, что граммофонная запись, нотная запись, звуковые волны обладают одним общим логическим строем. В общем, мой вопрос вот какой. Среди многообразных смыслов логики присутствует ли онтологический смысл? Ну вот не с теми моментами, где вот речь шла об интенциональных логиках или формальной онтологии, а вот нет ли онтологической развертки логики, связанной вот с тем, о чем я нахожу у Витгенштейна, что это какая-то закономерность, что логический строй присутствует. В общем, если вы поняли мой вопрос, то я потом выскажу, какое у меня возникло мнение на этот счет. Но мне бы хотелось вот услышать ваше суждение на этот счет. А я, спасибо, Надежда Васильевна, я теперь на правах ведущего все-таки предоставлю слово своим коллегам, соорганизаторам круглого стола, чтобы это не было вечером у актера. У меня есть мнение по этому поводу, но я думаю, что здесь оно будет... Если кто-то желает высказаться по этому поводу, по вопросу Надежды Васильевны, пожалуйста. Прямо нет желающих. Если позволите, я могу... Витя Владимирович, я благодарен вам, да. Пожалуйста. Мое предположение. Мне кажется, слова Витгенштейна говорят о том, что логика ничего нам не запрещает в отношении мира. Во-первых, это к вопросу о свободе, с которой Алексей Геннадьевич начинал. Все, что может произойти в мире, оно соответствует законам логики. А когда мы выходим за рамки логики, мы выходим за рамки того, что может быть в мире. То есть, это абсолютная свобода для внутримирового пространства. У меня такое предположение. Спасибо. Кто бы еще что добавил? Ну, я тут еще вот маленький такой, все равно мне захочется это сказать. Может быть, кто-то еще подумает, скажет. Безусловно, Надежда Васильевна, я бы положительно на ваши проблемы ответил, вот в каком аспекте. Антологическая проблематика с современной точки зрения, с точки зрения современной философии логики, она не просто имеет место, она основополагающая. На мой взгляд, по крайней мере, и такие исследования, и такие позиции у исследователей есть. По разным причинам. И Витгенштейн здесь одна из причин, хотя, в принципе, ну вот на поверхности что? Опять же, Витгенштейн говорил исключительно в рамках аспекта классической логики. А что делать, когда возникают неклассические логики? Объявлять его неправым, тривиальный, на мой взгляд, ход, а искать аналогичные построения, построением Витгенштейна, такие метафизические, умозрительные построения, связанные с онтологическими аспектами. Это было бы интересно, это нетривиальная задача философская. Но и ведь причины есть. В рамках аналитической философии, даже становящейся аналитической философии, есть замечательная, допустим, одна из многих, но замечательная школа, австрийская школа предметности. Там от Бальцана через Брентана, Майнонга, Эрнста Малли и так далее. Это вопрос, который они ставили в начале века, вопрос о том, может ли быть логика чего-то, логика определенных предметов, имеет ли она какой-то аспект, статус и так далее. Вопросы были поставлены, ответы были разные. Точку никто не поставил, разговор не завершен. Но это же крайне интересно, это очень сильно повлияло на современную семантику. И на семантику возможных миров, и на ситуационные семантики, и на теоретико-игровую семантику. Здесь может быть меньше, но тем не менее. То есть на само понятие многообразия семантикологических языков это сильно повлияло. Вот, мой ответ будет таков, о том, что, безусловно, этот аспект есть. Спасибо. Спасибо. Да, может быть, еще есть реакция Надежды Васильевны. Надежда Васильевна, вы хотели свое слово сказать? Да, я, если сейчас, я скажу сейчас. Позвольте сейчас, разговор же. Ну вот, вы знаете, кстати, вот к тем именам, которые вы сказали, наверное, и воображаемая логика Васильева. Видите, у меня все больше возникает ощущение, что вот при рассмотрении онтологической подоплеки или онтологического значения логики мы выходим на структурализм. Вот в каком смысле? Мне кажется, что вот это вот логический строй, логическая структура общая, да? Мне кажется, что структурализм, он позволил логику, которая была значимой, скажем, для Гегеля, но Гегель логику связывал с сущностью происходящих процессов. Скажем, когда он говорил, мы определяем, насколько понятию человек отвечает тот или иной конкретный человек, насколько понятию правового государства отвечает то или иное реальное государство. То есть у Гегеля логика была связана с сущностью онтологической. А вот мне кажется, что вот этот период не классической науки, он выходит, а структурализм попадает в этот период, первая половина 20-го столетия. Они обнаруживают, что для того, чтобы раскрыть любое явление, мы должны обнаружить его законы через отвлечение от конкретного содержания, вообще не принимая во внимание сущность, а понимая, как бы раскрывая формальные элементы, из которых состоит явление, да? И выявляя порядок связи между этими элементами, структуру. Вот мне кажется, что когда Витгенштейн рассуждал о логическом строе, он имел в виду логику как структуру. И в этом смысле, когда, скажем, Жиль де Лёс пытается понять, в чем суть структурализма, он говорит, что структурализм выводит нас в третий мир. Это не мир реальных связей, это не мир идеальных каких-то представлений, это мир языка, языковые структуры. Но эти языковые структуры присущи любому явлению. Поэтому языковые структуры, они присущи любому явлению, и они позволяют понять не сущность, не природу явления, а закон его функционирования. Вот мне кажется, что в онтологическом смысле логика связана со структурными законами явлений, которые как раз позволяют схватить. Причем, по-видимому, есть какая-то логика, скажем, связанная с этим миром нашей Вселенной. Возможно, поскольку мы сегодня говорим о плюрализме Вселенных, возможно, вот вообразить логику других каких-то вот… И в этом смысле логика привязана к нашему миру, и открывая логику онтологическую, мы открываем именно уровень законов функционирования. Ну вот такие первичные рассуждения на этот счет. Спасибо, да. Ну, я только соглашусь, если у кого-то есть реакция, пожалуйста. Единственное, что я согласен, кстати, разговор, хоть это и романтично, немножко так залихвастки выглядит при разговоре о множественности Вселенных. Хотя тема множественности миров была задолго до семантики возможных миров, это не одно и то же, хотя связь можно найти довольно любопытную. Но есть ведь расхожая фраза замечательная о том, что возможные миры не с помощью телескопа открывают, да, их полагают. Если вы планируете завтрашний день при возможных течениях обстоятельств различных, то вы уже занимаетесь рассуждениями, которые могут моделироваться семантикой. Как я понимаю, констатация факта на уровне астрофизики, ускорение в разбегании, оно означает признание одновременно плюральности Вселенных. Ну, это, как говорится… Аспекты есть и работы по этому поводу? Конечно, да, да, да. Дмитрий Владимирович, пожалуйста. Да, у меня вот какие соображения в данном случае возникают. Мне кажется, что логика ведет себя в отношении действительного мира точно так же, как математика. Хотя это не одно и то же. Да, это сложный вопрос, но это вопрос как раз к Алексею Геннадьевичу, в чем у них отличие. Но в отношении действительного мира полная симметрия между логикой и математикой. Логика, конечно же, не язык. Математика, конечно же, не язык. Но они, тем не менее, через языковые формы воплощаются. И они, ничего не говоря о мире, ничего, ни в чем не противоречат тому, что может быть в мире. Отсюда и та абсолютная свобода. Логик никого не ограничивает так же, как никого не ограничивает математика. Математика – это не полицай какой-то, который осуществляет внешнее насилие. Математика – это внутренняя необходимость и полная свобода. Но, тем не менее, мы знаем математику, геометрию Эвклида, геометрию Риммана, геометрию Лобачевского. То есть, это свобода в определенных границах. А может быть, логика задает эти границы? Вот что, возможно, три, вот эти, ну там не только эти три версии, да? То есть, это свобода, но не доходящая до произвола. Нет, конечно, никакого произвола. В мире нет произвола, в мире есть, ну я так считаю, в мире существует необходимость. Кто у нас из молодых коллег позволит себе выступить, как-то среагировать на разговор? И еще мне очень важно, хоть кто-нибудь что-нибудь негативное, это про логику скажите, иначе у нас баланса не будет правильного и замечательного. Надо как-то и поругать, а мы бы позащищались или наоборот поддержали бы. Нет, ну негативное, как прикладной логик, я могу сказать много чего. Пожалуйста. Ну давайте, вообще, моя специализация это формальная верификация программ. Ну как мы видим, вопрос вообще хороший, зачем мы ею занимаемся? Ведь хорошо развитое тестирование обгоняет безусловно более эффективно. Сейчас да. Более эффективно. Зачем же мы этим занимаемся? Хороший вопрос. Эта реплика непосредственно что-нибудь плохое, вот я сказал, она проигрывает. Проигрывает. Ну я бы так сказал, что вот в рамках нового современного витка эмпиризма такого в тематике интеллектуальных систем, да, проигрывает. Эмпирические методы обучения и прочее, они показали просто неслыханные результаты, это шикарно. Аналогично, ой, извините, кстати, аналогично. Так как я преподаю в университете программистам, то вот тот же курс дискретной математики и логики, главную цель я ставлю, как, между прочим, и Успенский в своей книжке «Примеры математических доказательств». Это вообще главное, что вы должны запомнить, не определение графа, а что такое доказательство хотя бы на человеческом уровне. И главная особенность в математике. Граф вам объяснят и на структурах данных еще раз, что это такое. Но, к сожалению, скажем так, здесь мы тоже проиграем. Люди предпочитают скиллы пониманию, что такое доказательство. Но согласитесь, это ведь эффект все-таки последних времен, так скажем. Вы уверены, что это навсегда? Я в данном случае не уверен, я не готовился выступать или защищать. Это реплика на «скажите что-нибудь плохое». Плохое вот плохо воспринимается людьми. Но я же обещал защищаться. Нет, это обязанность интеллигента. Если интеллигенту говорят «А», спрашивают, почему не «Б»? Да, ну я с вами соглашусь. В общем, вот если бы я был на вашем месте, вы на моем, я бы, наверное, так же и поступил. Да, да, да. То есть я высказываю озабоченность, что проблемы есть. Проблемы есть, как донести логику. Например, логику доказать, что такое доказательство, что это и есть реальное упражнение в логике. И это главное содержание, например, курса дискретной математики и логики. А вовсе не еще раз рассказать про график. Второе. К сожалению, на данный момент методы, особенно с ростом вычислительных мощностей компьютеров, методы грубой физической силы, ну не совсем грубой, скажем, достаточно уже интеллектуальной, но все-таки физической силой превосходят чисто логические методы. То есть резюме. Вот приведу такой пример. На меня в свое время очень большое влияние оказал доклад Энтони Хоара «Verifying Compiler Grand Challenge for Computing Science Research». Доклад, на мой взгляд, совершенно замечательный. И там начинается он с того, с обзора, что введение понять, что можно назвать Grand Challenge, что можно назвать великим вызовом для человечества, для науки, для конкретной науки. И вот сейчас в качестве примера Grand Challenge for Computing Science он приводит, причем те, которые по прошлых он приводит, программа, ну в силу просто благословения Тьюринга, программа, выигравшая в шахматы у чемпиона мира. И он пишет, к сожалению, решена, к сожалению, решен, потому что решен совсем не так, как хотелось. Не то, что совсем не интеллектуально, но не так, как хотелось. Ну понятно, да. Спасибо, извините, я очень долго... Нет, это очень-очень интересное замечание. Я вот тоже, у меня эти мысли близкие, по крайней мере, были, но все не встроишь в свое рассуждение, которое я провел. Но этот аспект был связан с информационными технологиями. Я его всегда поднимаю о том, что вот была объявлена усталость от логики. Где-то вот если отмотать 15 лет назад, был даже такой слоган «усталость от логики». Это как раз вот такие квазиэмпирические, или там новые эмпирические методы в информационных технологиях. А я уже слышал, я не могу, к сожалению, ссылку сделать, надо мне поискать, где-то у меня там вот в недрах того, что я скачивал, лежит. Там есть термин, что позволяет мне мой английский, не очень хороший. Там усталость от усталости от логики. Это легко прочитать. Хватит уже об этом говорить, что делать. Это раз. А второй аспект, он немножко такой слабенький, но все равно он имеет место. Когда через систему обучения машина начинает подсказывать нам структуры принятия решений, например, там, не знаю, в медицине, где-то еще. Вот иногда ведь человеку хочется, чтобы машина не просто уверяла, да, ну там типа, а показала нам, как она получила этот вывод, как можно прийти к такому решению. И здесь надо что-то делать. И вот моделирование аргументационной практики, оно тоже интересно. Я вот эту петлю не сделал, просто не успел сказать о том, что в рамках современной и математической, особенно не классической логики, возвращение к аргументационной практике имеет место, но уже на совершенно новом варианте, когда мы моделируем структуру сложных рассуждений. Ну вот в когнитивной части я об этом вспоминал. Вот. И нам интересно было бы выстраивание структур рассуждения. Благо для этого есть там исследования и по автоматическому поиску доказательств и прочее, и прочее, но вот я думаю, что этот аспект есть, хотя он не самый сильный. Вот. Спасибо. Алексей Геннадьевич, вы там среди книг, которые сказали, что на вас произвели сильное впечатление последнее, там была книга, если я правильно помню, «Метафизика и логика». Да, это Карпенко Александр Степанович. Вот, ну, можете кратко обозначить, ну, помимо, скажем, карнаповского смысла вот этой проблематики. Тут вы не обольщайтесь названием, это сборник его статей различных, они разноплановые несколько, но просто это любопытно. К сожалению, Александр Степанович, как и многие из старой гвардии, логически московский ушел из жизни, но вот его последние статьи, там самые разноплановые есть, и «Логика в России» есть, и «О логическом плюрализме» есть у него там, но он там несколько иначе называет, мне сложно сказать. Сейчас не смогу я так вам рассказать. Это не единая какая-то книга, в которой вот последовательно все выстроено. Это набор его текстов. Но такая тема присутствует вот в современной логике? А повторите, какая еще раз? Метафизика и логика, так, если я правильно помню название. Безусловно, присутствует, не только у него, я вот просто, у меня нет издания. Ну, как бы в двух словах, то есть это вот что за проблематика? Возвращение логики философской проблематики, философского осмысления и статус философского осмысления, который тоже очень интересен, причем логики современной, математической, неклассической и так далее. И там внутри есть всяческого рода вопросы более сложные. Ну вот, не знаю, те же антологические статусы, семантики, ситуационные или там семантики возможных миров. Это тоже вопрос философский, безусловно. Спасибо. Применение логики к философским исследованиям. У самого Александра Степановича, конечно, вот тот самый фрагмент Аристотеля о случайных событиях. У него есть работа, которая называется «Фатализм и случайность», допустим. Как-то не так она называется. Там еще вопрос, кстати говоря, к математикам, там вопрос о алгоритмических проблемах, вычислительных проблемах в связи с простыми числами. Там есть очень специфическая корреляция с множеством многозначных логик определенного типа. Ну, она не им была найдена, он просто ее использует для обсуждения. Вот «Фатализм и случайность», совершенно антологическая проблематика рассматривается там вслед за Аристотелем, Лукасевичем и современными исследованиями логики Александра Степановича. Понятно. Спасибо. Если позволите, Алексей Геннадьевич, как бы вы провели все-таки границу между логикой и математикой? Ой, у меня тоже решения нет. Это сложный вопрос. Понятно, что в определенных ракурсах рассмотрения логические системы отдельные являются объектами математическими, безусловно. Математических объектов, как абстрактных объектов, их много. И области самые различные бывают. И логики одни из них, и алгебры, и исчисления, и так далее. С другой стороны, конечно, проблематика логически не должна, на мой взгляд, смешиваться с математической. Ее математизация не отождествляет логику с математикой. У нее есть своя проблематика. Это проблематика, связанная, конечно, с тем, что мы называем выводами, законами, с объектами именно этой природы. Они для математики тоже очень характерны. Они внешне для математики. Они как инструментарий там начинают работать. И мне кажется, что между логикой и математикой некая такая тоже петля и некая танго, некий вальсок, я не знаю, какой танец выбрать, они между собой взаимодействуют. Понятно, что мы можем очень легко такое взаимовлияние. Чтобы построить хорошую... Я сейчас шучу. Чтобы хорошую математическую теорию построить, надо логическую систему выбрать, аппарат выводов из постулатов к теоремам, ну, от аксиом к теорему, аппарат вывода. И потому, чтобы математическая теория была хорошая, ее надо вот в этом отношении аксиоматизировать, ну, или как-то там не беспроблемно все. А чтобы иметь какую-то логику, надо ее математическим образом оформить, построить, и там должен быть математический аппарат. Так курица-яйца еще даже сложнее. У курицы-яйца решение-то есть. А здесь не очень понятно, что раньше, что позже. Вот. Очень сложный вопрос. У меня нет ответа. Я считаю, что ни у кого нет ответа. Ну, вот мне понравилось словосочетание когнитивная эргономика, которое вы использовали. Ну, это не мое, да. Да. Но вот мне кажется, оно как раз, может быть, задает какую-то грань. Если бы мы подходили к анализу, например, аргументации, используя знак больше-меньше булевой алгебры, это было бы неэргономично. Ну, в каком-то смысле, да. В каком-то смысле, да. Так, еще, пожалуйста. Ну, во-первых, есть обещание назвать отца практической логики. Вы знаете, я об этом как раз размышлял. И, опять же, так я не готовился, то, тем не менее, я бы, пожалуй, назвал как раз Алексея Андреевича Липунова. Ну, может быть. По крайней мере, в рамках советско-российской традиции это точно, по крайней мере, отец на этой территории ментальной и географической прикладной логики. Здесь я как раз даже мог бы какую-то аргументацию выставить. В мире, трудно сказать, к сожалению, влияние Алексея Андреевича за пределами СССР было фактически нулевым, к сожалению. Да, на этот аспект есть. Да. Этот момент есть. Вообще, кстати, вот, исходя, вот, если позволите пару слов. Вы знаете, что меня особенно заинтересовало всего в названии сегодняшнего, объявлении о сегодняшнем круглом столе? Многообразие логики, внешние стимулы и внутренние ресурсы. Я очень надеялся вообще услышать, вот, воспоминания о Липунове тут, естественно, в таком случае. Вот, интересно следующее. Некоторые вещи предлагались по нескольку раз в той же логике, однако срабатывали в какой-то странный момент. Ну, опять же, например, логика Фреге до того, как растолковал Рассел, вообще говоря, была непопулярна. Насколько я могу сомневаться. Это совершенно верно, да. Это раз. Другой пример, вот только сейчас я сказал Липунов, на самом деле это была замечательнейшая личность. Я, к сожалению, только знал его, ну, я его видел только один-единственный раз, когда я еще был с помышонком, и тогда оценить не мог никак, а уже потом оценил что-то. Но влияние за границей нулевое. Или вот, например, я сейчас совершенно хаотично привожу примеры. Вот замечательный пример тоже. Дело в том, что у нас в университете, мы будем отмечать день логики завтра у нас в университете, но вот одно из выступлений, это будет студенческое выступление про 0-1 законы. Вот интересно, они были открыты вообще сначала советским, нижегородским математикам, Таланов, Легоньки, Коган, вот, хотя и опубликованы и в СССР, точнее, на Украине были опубликованы в журнале Кибернетика, и тогда он переводился на английский, и тем не менее, 20 лет спустя они открываются заново, не воруются, открываются заново, и становятся популярны, потому что открыты заново, наверное, вовремя. Вот эти внешние, нет, это не вопрос в приоритете, вопрос о внешних стимулах, и когда что-то своевременно, очень интересный вопрос. Очень интересный, да, и как бы вот, где найти механизм предугадывания, да, и как бы использование, но я думаю, что этот вопрос там и в технологиях присутствует, и много где еще. Нет, я знаю, но в данном случае еще про логику, здесь, казалось бы, не очень завязано технологии. Да, не напрямую. Я хотел, я думал, вы назовете еще фигуру Мальцева в связи с, значит, как раз автоматизацией доказательств, он тоже ведь один из пионеров, и была в российской книжке. Вы имеете в виду Маслова, не Мальцева, Маслова, да, да, да. Вы знаете, вы знаете, наверное, да, но так как на меня это, так как его работы очень трудно читать, да, я знаком, честно, спасибо. Это тот случай, когда я могу сказать, что на меня не оказало никакого влияния. Ну, тем не менее, сейчас его упоминают. Когда я читал в переложении, причем уже западных переложениях, становится понятно, да. Но время нужно, и тут действительно должно срабатывать. Иногда руки опускаются, и кажется, да ничего не предвещает, все срабатывает по-разному. Ну, наверное, это тоже не метод и неправильно. Вот, а то, что мы не знаем, мы не можем предугадать, это же вопрос чуть сложный. Вот, допустим, вот вы занимаетесь проблематикой верификации программ. Есть, значит, логики программ, среди них вот динамическая логика есть, Фишер, Ладнер, вот, она мне знакома, потому что я когда логикой норм занимаюсь, я там с динамической логикой беру некоторые. Она же мультимодальная. Давайте сразу перебью. Так как динамическая логика мой хлеб, то вообще есть... Я буду осторожен. Первый ее открыл ГДРовский немец Тилле в 50-махнатом году. Его совсем не заметили. Потом под другим названием одновременно Салвицкий поляк, алгоритмические логики, и Глушков под названием... Понятно. Да, это просто интересно. Да, вот я их, правда, не динамическими логиками программ называю. Эти исследования-то известны. А вот сама динамическая логика, вот, там, Фишер и Ладнер их были. А вот это надо же думать о том, что вообще, в принципе, был такой прайор, который решал совершенно философскую проблему. Был Аристотель и был такой, кого называют сейчас... Он не Хрисипсовский только, а также Деодор. Деодор Кронос. Он возражал Аристотелю по поводу взаимоотношений между временем и модальностью, необходимостью и случайностью. У них были разные позиции. И этот самый прайор, он стал из модальной логики, интерпретируя чисто ее во временных аспектах, стал вариацией строим. Ну и получилось развитие вот таких временных логик с операторами о прошлом, всегда иногда о будущем, всегда иногда они разные, проблема сопряженности прошлого и будущего, ну и так далее. И существовала себя в рамках интенсиональной логики. И потом где-то как-то сработало, и она стала чуть ли не лидером вот этих самых программных логик вообще, потому что форма, которая все остальное тоже может в себя вобрать, и так или иначе. У нас, да, Глушков, он как раз отдельная ветвь, не прайоровская. А потом, поможет, там, Балиев был наш математик, очень сильно занимающийся этим. Марс Кадусович. Да, 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 ну и так далее. Ну, видите, мы с вами на одной плане, чуть-чуть я тоже могу говорить. И удивительно, и она стала совершенно прикладной ориентированной. Я все время говорю, что лидером прикладных фази лоджик ее не перебьешь сейчас в современном, а вторую, пожалуйста, динамическую называйте. То есть она, пожалуй, самая-самая такая из прикладных. Наверное, все-таки даже не динамическую, а темпоральную логику. Ну, да, шире, обобщеннее, чтобы были разновидности туда, да, понятно, да. Вот. Так что, как это выстрелит? Самому праверу это в голову не приходило. Он философские вопросы решал. И он философом был, а не математиком. Так что не надо строить заборы между исследователями. Надо, наоборот, в этом отношении находить территорию диалога, взаимоинтереса. Вот, сказал я чуть ли не обобщающую фразу. Ну что, коллеги, у кого есть еще силы поднять какой-нибудь вопрос? Или мы завершаем? Лев Дмитриевич, который должен был организовывать здесь. Лев Дмитриевич, возьмите на себя, пожалуйста, немножечко. Ой, спасибо большое. Только мне сейчас надо это сохранить, все. Пользуясь случаем, приглашаю. Это время московское. Это у нас завтра. У нас скорее учебные мероприятия. Но, тем не менее. Ну, у нас тоже планировалось оно как такое. Для всех, для всех. То есть здесь будет скорее не философская дискуссия, а конкретная, вполне конкретная в час представления студентов. Спасибо большое. Постараемся это... Вот, завтрашний день надо осознать еще, что у меня там есть. Но поприсутствовать скромненько это можно было бы. Спасибо. Коллеги, Лев Дмитриевич, будем завершать? Либо микрофон выключен, либо... Ну, Лев Дмитриевич, он просто человек занятый очень. В данном случае домашними делами наверняка. У него маленький ребенок. Коллеги, давайте я тогда буду завершать, если Лев не возражает. Вот, если больше ни у кого никаких реплик и реакций нет, то я еще раз поблагодарю за интерес. Николай, вам я отчество не запомнил. Особое спасибо за диалог. И то, что у нас так это междисциплинарно получилось очень хорошо. И хорошо, что понимаем и слышим друг друга. Надежда Васильевна, вам всегда благодарность за интерес. Дмитрий Владимирович, пожалуйста, спасибо за помощь. Ребята, которые организовывали круглый стол, большое спасибо. И все, давайте будем прощаться. Интересный получился круглый стол. Во всяком случае, мне интересно было все это. Мероприятия не заканчиваются. Вот у наших коллег-математиков происходит. Сегодня и в Петербурге, и в Новосибирске, и в Москве идут мероприятия. Но мне вот, я просто понимаю, что везде я не успею. И я уже отчаялся. Обычно все-таки предполагается запись. И после этого можно просто посмотреть будет в ютюбовской версии. Спасибо, коллеги. Все, давайте прощаться. Всего доброго. Заходите к нам на огонь.